Следующая задача связана с теплопроводностью. Давайте рассмотрим простейшую задачу про распространение тепла. А именно, есть некоторый треугольник, который состоит из тонких проволок и трех вот этих вот точек, узлов, в которых нам нужно вычислить температуру, ну, такую стабильного режима, стабильную температуру. Вот сейчас я чуть позже поясню, что это означает. При условии, что на вход через тоже такие проволочки, какие-то вот такие вот, через тонкие проволочки подаются три разных температуры. Одна подается вот на этот пункт, но через проволочку, другая на этот пункт через проволочку и третья на этот пункт через проволочку. Такая вот простейшая системка. На самом деле она довольно большую долю эффектов, связанных с теплопроводностью, вот эта простейшая задачка вполне покрывает. То есть дальше просто вопрос в размерности задачи. Если у нас будет много узлов, то будет размерность повышаться. А с тремя узлами у нас размер задачи будет равна трем, и мы можем это как бы визуально даже видеть в трехмерном пространстве. Ну вот, так вот, как теперь происходит взаимодействие? Ну сюда подаются какие-то температуры, например, там 0 градусов, 20 градусов и 80 градусов. Или любые другие. Или любое А. Здесь 20 градусов или любое Б. Любое Б какое-то. Здесь, соответственно, тоже какая-то температура С. И нам нужно вычислить температуру устойчивого режима вот здесь, обозначим ее за Х, здесь обозначим за У и здесь, за Z. Исходя из каких соображений мы можем решать такую задачу? Ну давайте, если бы я в школе вел занятие, я бы вначале решил задачу для конкретных температур 0,20,80, а потом переходил к произвольным А, Б, С. Ну, давайте мы с вами будем сразу решать максимальную общность задачу. То есть задача следующей общности. Вам подаются на вход температуры А, Б, С вот этих вот трех вот подающих узлов. Нужно определить температуру X, Y, Z в вершинах вот этого треугольника. Итак, как это можно сделать? Существует закон, который связан с теплопроводностью, и его вам расскажут в физике. И все тонкости, связанные с этим законом, вы тоже будете изучать в курсе физики. А у нас мы просто его формализуем в виде следующего соотношения. В некоторой степени приближенности, по крайней мере верного, что температура в каждом узле равна среднему арифметическому температуре в соседних узлах. Вот все, что из физики нам нужно. После этого будет только математика. Итак, закон, закон, давайте запишем большими буквами, закон природы, закон природы состоит в том, что температура в точке И, например, вот в этом узле, температура X, должна быть равна А плюс Y плюс Z делить на 3 и так далее. Вот закон теплопроводности. Но, смотрите, давайте выпишем соответствующую систему. Что у нас получится? Получится, что нужно найти X, Y и Z, удовлетворяющие трем уравнением. X равно А плюс Y плюс Z разделить на 3. Y, температура в этом пункте, равна среднему арифметическому вот этих трех температур, то есть B. X плюс X плюс Z разделить на 3. И, наконец, Z равно C плюс X плюс Y разделить на 3. Но так с кондачка не решить в том смысле, что не видно какой-нибудь одной переменной, на которую одно уравнение, из которой мы можем вычислить ее значение. А потом постепенно остальные две переменные школьными методами уже, например, сделать. То есть все три переменные завязаны на все три. Но система из трех уравнений как-то чувствуется, что должно быть какое-то одно единственное решение. Ну и в самом деле из физических соображений ясно, что если мы подадим сюда какие-то температуры, то здесь не должно быть никакой неоднозначности в температурах в этом узлах. То есть эти X, Y, Z должны по идее определяться однозначно. Но мы увидим, что с точки зрения науки математика это тоже так. То есть такая система однозначно разрешима. Я пока хочу немножко про нее поговорить. Не бросаться сразу решать ее, а немножко поговорить. Потому что здесь помимо довольно простой математики решения таких систем, конечно, любой школьник может решить эту систему. Взять, выразить X, подставить X сюда и сюда, получит уже систему с двумя переменными. Тут будут какие-то сложные коэффициенты, но не страшно. Все равно Y можно будет выразить здесь через Z. Сюда поставить Z на Z одно уравнение. Ура, ура. Все, идем обратно. Но мы не этим хотим заниматься. Наша задача не решать каким-то по наитию системы из трех и более уравнений, а какие-то общие про них закономерности понять. Вот это линейная алгебра. Линейная алгебра это какие-то общие закономерности, которые мы понимаем про такие системы. И я сейчас ее перепишу в некотором виде, используя матричный язык. Итак, удобно договориться о том, ну, мы это уже, кажется, делали, но давайте повторим. Удобно договориться о том, что если есть вот такая вот табличка чисел, которую называют квадратная матрица, и справа от нее есть некоторый вектор, ну, представляющий какую-то точку трехмерного пространства, то если мы вот так записываем, то это означает, что мы выписываем столбик, в котором скалярные произведения строки со столбцом каждый раз. Вот в первом, первая координата будет a11x плюс a12y плюс a13z. Ну, конечно, вы все это в школе уже видели, если вы были любопытными школьниками, вы это заглядывали в книге и видели, что такое матричное умножение. То есть это нужно взять вектор, помножить на этот вектор скалярно и выписать значения. Потом на втором месте нужно то же самое проделать со следующим, то есть a21x плюс a22y плюс a23z. Ну и здесь, соответственно, a31x плюс a32y плюс a33z. Значит, что удобного в этом? В этом удобного довольно много. В частности, смотрите, получается, что вот эта вот табличка чисел, вот эта матрица, задает преобразование трехмерного пространства, некоторый оператор. Вот если мы одним словом опишем, чем мы будем в ближайшее время заниматься, мы будем изучать операторы. До этого я познакомил вас с объектом, называемым квадратичная форма. Квадратичная форма — это некоторое выражение от координат. Вот выражение от координат — это какая-то функция. То есть она каждой точке, ну скажем, если речь идет о трехмерном пространстве, то будет квадратичная форма от x, y, z. Там будет что-то на x квадрат плюс что-то на x, y плюс что-то на y квадрат плюс что-то на x, z плюс что-то умножить на y, z плюс что-то на z квадрат. И такое выражение, оно на самом деле тоже определенным образом задается с помощью матрицы коэффициентов, но об этом я поговорю чуть позже. Потому что квадратичная форма — это совершенно другой природный объект. Что такое квадратичная форма? Вы берете точку пространства, и по некоторой формуле получается число в ней, значение. В данном случае вы берете точку пространства и получаете на выходе тоже точку того же самого пространства, то есть не число, а вектор. То есть векторы преобразуются в векторы. Вот такие вот преобразования называются операторы. И эти операторы, они составляют, как бы это сказать, вторую половину линейной алгебры, такой начальной. Начальная линейная алгебра, она вдохновляется двумя сюжетами. Первый, о котором я сказал уже, что при каких условиях квадратичная форма всегда будет давать неотрицательные значения, какие бы вы переменные в нее не подставляли? Это первый вопрос, который вдохновляет линейную алгебру. А второй вопрос, который ее вдохновляет, состоит в том, чтобы разобраться в том, разобраться вот в этих вот операторах, разобраться в операторах, которые действуют по вот таким формулам с произвольными совершенно коэффициентами. Почему это так важно? Ну, на примере этой задачи мы сейчас увидим, что нам нужно найти решение некоторой системы уравнений, то есть найти, на самом деле, неподвижную точку некоторого преобразования, связанного с таким оператором. А в следующем сюжете, в сюжете, который связан с маятником, вопрос устойчивости, вопрос устойчивости будет тоже связан с поведением некоторого оператора, а точнее, с тем, что называется экспонент от оператора. Оказывается, что с операторами можно так же, как с числами вещественными или комплексными, производить действие, называемое экспонента, то есть вычислять экспонент от него, и она играет очень важную роль. Ну, вот это такой, как бы, это я обзорно объясняю, чем занимается, по сути, чем занимается начальная линейная алкбара, откуда она взялась, как она сформировалась, как наука. Это наука о том, как прояснять поведение квадратичных форм и как прояснять поведение операторов. Так вот, на пути к этим двум фундаментальным задачам возникает вопрос о том, как найти удобную замену координат, это в случае квадратичных форм, и как найти удобный, ну, так сказать, базис в пространстве, это в случае операторов. Оператор, как мы увидим, задается матрицей, если задается вот такой табличкой, да, оператор, оператор, линейное преобразование пространства, оно задается такой табличкой, после того, как мы выбрали, в каком базисе мы живем. Ну, скажем, вот здесь мы уже автоматически это выбрали, мы сказали, что есть координаты x, y, z. Значит, мы исходим из того, что эти координаты в пространстве померены относительно какого-то базиса. Ну, как правило, это прямоугольный, значит, такой вот базис, ортонормированный, да, как в школе или как в аналитической диаметре делается. И относительно него вычислены вот эти вот, значит, координаты, и через этот базис определена матрица оператора. Но если перейти к какому-то другому базису, матрица может выглядеть проще. И, в частности, экспоненту взять от вот такого произвольно взятого оператора довольно сложно, совершенно непонятно, что с ней делать. Даже если вы знаете формулу экспоненты, непонятно, как ее вычислить. И чтобы вычислить экспоненту, нужно перейти к какому-то базису, в котором матрица оператора выглядит проще. То есть и в первом, и в втором случае и при исследовании квадратичных форм, и при исследовании операторов встает один и тот же вопрос. Как правильно выбрать базис? Но этот вопрос, он в свою очередь тянет за собой на веревочке вопрос о том, как вообще выглядит пространство всех базисов. Что это такое? Как вообще изучить, какие бывают базисы в многомерном пространстве? Ну и вот это вот, соответственно, накладывает некие ограничения на то, что перед тем, как изучать квадратичные формы и операторы, приходится изучать начальную линейную алгебру, о том, как ведут себя базис, что это такое, да, что такое линейная зависимость, независимость, подпространство. Вот. Ну а на последней стадии линейной алгебры, так сказать, понятия квадратичной формы и понятия линейного оператора включаются в некоторое общее универсальное понятие, которое называется тензор. И тензорная линейная алгебра — это такое как бы завершение, да, то есть начальная линейная алгебра — это первое — разобраться с подпространствами и базисами, второе — исследовать квадратичные формы, третье — исследовать оператора, и четвертое — перейти к тензорам. Все, вот я вам за несколько минут объяснил содержание более-менее всех курсов по линейной алгебре, которые есть начальные. Ну и мы тоже как бы, мы не будем ничем в этом смысле отличаться, после того, как вот это по полочкам мы все это разложим, основы, основы всех методов я вам расскажу. Продолжение следует...